Дорогие друзья, всем привет! Это канал Мегазвук, с вами Серега Митин. Сегодня обзор на громкий 140-й Mercedes. Стена в кабане. Такого еще вроде бы вообще не было на YouTube. Сейчас обо всем вам расскажем, не переключайтесь. Ну что, вот я и добрался до места 140-й Mercedes со стеной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Владелец данного автомобиля, Багдан, я думаю, многие его знают. Тот самый человек с громкой калиткой, чемпион России в формате АМТ Евразия. Класс вообще анвим, да, там получается по фронту? Да, полностью без ограничений. Какой результат был? 124,5 где-то. Но максимальный результат он еще не показал. Так что в этом сезоне еще увидим этот громкий фронт. Ну а сейчас про 140-й. Как ты вообще додумался? Распилить кабан. На самом деле все просто. Задача следующая стояла. С самого детства мечтал о кабане. Ну как бы, как вышел фильм с 50-центом. Помнишь, 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 помнишь? Угу. Вот я тогда загорелся этой тачкой и потом, получается, я пришел в автозвук. Он такой, у меня есть мечта, я хочу проехаться со стеной на 140-ом возле своего любимого университета. И прямо тряхнуть его нормально. Понятно. Но это же получается вообще первый в России 140-й со стеной? В принципе, с автозвуком. То есть вообще абсолютно в мире нету больше других 140-х с автозвуком? Нет, ну а этот будет еще и собран очень качественно. Ну и плюс, ну я думаю, результат будет достойный. Угу. Давай тогда начнем, как говорится, с питания. Что у тебя будет питать эту систему? Так, пройдем по питанию. Питание у нас будет 800-1400 ампер фаспата. Почему не Титанат? Потому что, ребята, опасно. Нафиг. Генератор уехал в Пермь, по идее, туда должен был встать 550-й. Первый в России, типа, засохранный. Типа, штатный корпус? Да, потому что он штатный генератор, ну, здоровый. А штатный на сколько? Штатный был 140 ампер, что-то такое. Ну, стандартный. Дальше едем. Тишину маш. Ладно. Поехали дальше. Как-то, как-то, грубо. Там, чуваки, сказали, типа, мы не хотим рисковать, потому что это был бы первый. Поэтому где-то 420-450 ампер будет стоять. Плюс, на данный сезон можно будет подкинуть еще один из стаканде, но все равно тут пашет. Тут вообще так атмосферненько. Накрываете все это большим пледом, раскрываете двери. Ну, теперь, правда, сзади не посидеть, не покайфовать. Не посмотрим. Ну, я думаю, спереди достаточно будет места. Да, спереди еще заедут новые котлы от рестайлинга. Очень крутые, очень мягкие, там, с подогревом, с массажем, все все время. Ну, короче, кайф будет. Дальше. И сидеть самое главное, что при сборке было, чтобы сидеть было довольно комфортно. Там полностью, практически, спинка откидывается, и все будет четко. Поехали дальше. Так, дальше. Сюда запихиваем фосфат. Дальше здесь один усилитель, над ним второй, над ним третий, тут четвертый, пятый, шестой. Чисто пирамидками, да, так? Ну да, тут три, и над фосфатом он будет расположен. По дистрибьюции так же. Тут, наверное, шина будет и тут. Ну, я постараюсь до усей дотянуть просто шины. Соответственно, это все по-жесткому, без преда. Да. Дальше ты лупом. Пока ждем правил. Вот сюда? Да. Тут одна часть тыла будет. Получается, скорее всего, здесь будет 8-20. Вот сюда будет сделан ставыш, еще на 6, ну или 5. Вот сюда? Или прям? Прямо вот сюда, вот так вот. Он съемный, да, будет? И сюда втыкаться. И вот тут будет подстоять. Вот это, да? Да. Раз, два, три, шесть. 6-20. Не знаю, еще посмотрим. И он, получается, вот тут заканчивается. В плане салона, как ты начал его изначально подготавливать к стене вообще? Подготавливался он, на самом деле, еще давно и постепенно. То есть пол тут был проклеен в 5 слоев профа. Сейчас на одной стороне осталось, в другую сторону, потому что мы переварили. Но опять сейчас надо будет его закатывать. Также вся тачка от шумов М4. И, ну, короче, там... Ну, я там видел, там какой-то спейер, сейчас новую у них там спейс. Правда, он у тебя там чуть отваливается. Это, короче, его нарезать там надо будет. Самый пинкок тут будет в следующем. Будет сделано звездное небо в стене. В самой стене или в потолке, который будет в передней части, да? И в передней, в задней. Ничего себе. То есть там заморочить, конечно, будет прям туча, но я думаю, все получится. Дальше. Что дальше? Ну, дальше... Иди на фронт. Скорее всего, будут располагаться здесь. Либо там куда-нибудь их под клетку запихают. Ну, посмотрим. Карту будешь, получается, убирать? Я не хочу карпет. Мне надоели карпет на соревнование. Ты же можешь делать не карпет, можешь вырезать из пластика вот такую вставку. И в черный ее в винил, либо в черный мат просто покрасить так. Ну, посмотрим. Как на гоночной вжиге, знаешь, делать. А шифтом, вот то же самое. Да, шифонерапия, получается, нормально. Получается, ты с двух сторон хочешь парочку усей сюда поставить? Да, сюда, я думаю, побольше влезет. На крайних сюда можно запихать эферы. Я уже померил, все нормально залазит. Три эфера сюда спокойно влезет, там чуть под углом можно как-нибудь запихать. Нормально, четко будет. Понял. Ну, давай к стене. Оформление тут довольно-таки хитрое. Тут получается смесь БП-шестерки и рупора. То есть первая часть, это у нас, ну, по сути, БП, как бы начало БП-шестерки, переходящее в рупор. А рупор мы будем, ну, как я буду реализовывать, то, что, вот видите, скругление в порту идет. И оно будет идти на расширение. Угу. Посмотрим, заиграет, нет, если не заиграет, не знаю, придется плакать, перепиливать. Ну, хотят. Не, этот сезон я точно не буду. Я один раз соберу, и пускай все будет. Пиздит. Пиздит. По САБу у нас 12 двенашек, новинки от СВАТа, они называются СВАТ Эксайтер. Так, что мы их сможем, да, потом достать? Да, слушай, я покажу обязательно. По тылу планируется 20 двадцаток, но посмотрим, может что-нибудь другое сделаем. Угу. Че еще? Че еще? Да больше чем? Ну, смотри, получается, БАНПАС шестого порядка оформления, а-ля там гибрид-рубор. В плане пола, вот этого всего, как будешь усиливать, что делать? Пол мы реализуем следующим образом. Когда я залезу, так будет понятно. Пол мы также поначалу закатываем виброй весь, и приваривать не хочу. Просто, ну, не знаю. Ладно, и так сойдет. И, скорее всего, я просто его просверлю и болтами притяну с той стороны, там, через площадки. Потом поверху это все зашиваем фанерой, и еще поверху все заполиэфириваем. Угу. И все. То есть, и получается, будет и профиль, как условно, какой-то каркас. Да, он усиление. Каркас, и все это в итоге вообще зальется сверху полиэфиркой. Понял? Еще находим плюс в этом, то, что если у нас опять меняется соревнование, то мы спокойно берем и это все дело снимаем. И потом в кадр тонну виброй сюда, и нормально сойдем. В плане люка, вот у тебя очень крутой мэрс с люком, все круто, и что ты планируешь вообще с этим делать? Ну, и так и хочу с ним прощаться. Это вообще, это жесть. Ну, как, тут все, до лба будет доварена. Вырежу этот усилитель. Буду максимально усиливать эту всю рамку полностью. Потом с торпедой непонятно, что сделать. У тебя пока что моторный щит-сток? Да, моторный щит-сток. Ничего не виброй, ничего нету? Тут есть точно один большой косяк. Это огромная печка, которая, ну, примерно вот такого вот размера дыра тут в моторном щите. Я не знаю, как это вообще себя поведет, может в плюс сыграть. Может печку раздолбить. Как в Opel ничего, ничего работать не будет. Вообще, что ты планируешь в плане с пассажирской картой? Будет обшивка? О, тут будет прикол. Вот это поворот! Тут едет бронедверь. Вот такой где-то толщины стеклом бронированной. Заводская? Да. Класс сток, пацаны. Все нормально. И все, и сюда мы ее поставим. Ну, единственное, что плохо, то что на весе почти сотку. Как бы, ну, не знаю, там, заварю, может, как-нибудь. Фронта, наверное, не будет с этой стороны. Вообще не будет, да? Посмотрим, как пойдет. Ага. Сейчас будет. Вот. Здорово, белый! 140-й готов. Все офигенно. Все валит. Сделано красиво. Но сезона-то не будет. Твою! Да, у меня! А из-за чего? Все протяжек. Пока две, потому что генератор 420 ампер. Как бы, две пока хватает. Ну, хватит, наверное. Не хватит. Если что, тут сделаны пропилы под дополнительную силу. Ее спокойно можно будет протащить. Вот все эти моменты гофро защищены. Понял. Ну, в принципе, по салону. А там у тебя что за какие-то блоки клапанов? Что это такое? Это все, короче, компрессор. Стандартный. Он отвечает за открывание там дверей, за... Короче, много за чего. Короче, там уже Мерсевские какие-то старые технологии, да? Да. Я и все поврезал. Сейчас сделаю, чтобы нормально все открывалось. Потому что с этим компрессором прям вообще жесть. Что дальше? Дальше, смотри. Чем ты будешь это все разруливать? В плане магнитолы? Магнитола. Мой старичок, 80-й пионер, который уже повидал. Но в этом году я решил к нему подкинуть еще и прокс. То есть ты будешь с процесса все настраивать? Более так кофе. И с башки, и это все будет, я думаю, суперудобно. Плюсом. Проц называется Nakamichi 6120D. Короче, что-то около 30 тысяч в розницу стоит. Ну, очень крутая штука. Уже не терпится его запустить и посмотреть. Так, что дальше? По самым проблемам? Да, давай. Наверное, откроем, посмотрим. Сейчас сабики распакуем. Поглядим вообще, что он будет устанавливать. 12 двенашек. Давай, открывай. Детище. Сват, брат. Что, тяжелянка? Ой, подкой. Слушай, коробочки, в принципе, пойдет. Такие усиления есть, чтобы в транспортных ничего не разбилось. Ну, слушай, заехали вообще без проблем. Вот такие у нас бубачи. Слушай, ну, выглядит солидно. Литая корзина. Сразу видно, котуха Америка, да? Что-то 3 дюйма. Да, получается? Ну, да. Смотри, сам обрекол. Терминалы по 2 восьмерки. Пацаны, нас услышали. Ладно, я ничего не буду говорить. Сделайте на крутых сабов, которые 5-киловаттные, тоже вот такие же терминалы. Ну, по-братски. А то надо 2 восьмерки запихать, а они не запихиваются. Три ферритовых кольца, верхний и нижний магнитопровод. Здесь, в принципе, все понятно. Сколько номинал? 2 кВт. 2 кВт. Ну, у нас еще вот такой. Перакс. Охлаждение. Даже вот эти дырочки сделаны. То есть, в нижнем магнитопроводе вообще максимально много охлаждения. Тут никак не увидеть, да, типа пакет шайб. Но есть прижимное кольцо. Слушай, пакет шайб на самом деле можно заказать кастом. Практически любой. Я решил, что только само оставили. Потому что, ну, от них космических каких-то там нагрузок не требуется. Вот, на следующем я буду перебывать на более, ну, на более мощный усилий. Угу. Ну, то есть, 3 дюйма, 2 плюс 2, 2 кВт. РМС. Так, по самым понятно, уси. Выключай. Сейчас я буду доставать. Секунда. Распакалываем. Усилитель у нас называется SWAT Excited. Ну, одноименно, как и сам. Мощность 3 кг. Довольно-таки увесистая штука. Как, как, как Excited. Excited. Так как, так же, как этот называется. У них линейка вся Excited получается. Ну-ка, давай. Посмотрим сейчас того серебристого красавчика. Это у нас получается D-класс. Да? Тут даже написано Excited 13000D. Терминал под нулевку. В принципе, все стандартно. Под шестигранники. Все круто, здорово. Крепление. Каля, вот так, знаешь, как... Каля, Урал. Да-да-да. Сжикарит. Просто как... Немножко можно... Ну, да, слушай. Весит неплохо. А что вообще говорят в плане сборки и всего такого, как бы... Слушай, я так понимаю, это тихай, но с какими-то, наверное, элементами корей. Ну, потому что, ну, прямо тихо и тихо, ну, и папка. То есть, видишь там... Ну, если внутри посмотреть, то все довольно-таки четко собранно. Я даже подсвечу немножко. Цивильненько. Стандартно. Я так понимаю, он не мастится, да? Мастится. В принципе, по настройкам, ребят, тут все стандартно. Гейн, Сапсоник, ЛПФ, бас-буст никогда не трогайте. И фаза. Не, ну, слушай. Выглядят так неплохо. Солидно. Если подорксиклон с подсветочкой будет, вообще замечательно будет. Сто процентов. Все четко. У тебя таких сколько будет? Пока шесть. Пока шесть. То есть, получается, на два саба. Да, на два саба растянусь. А потом посмотрим, может, на 12 поставлю. Как бы изначально была задумка 12, но у меня уже там бюджет чуть-чуть на 150 штук. И вверх уже подскочил от начальных. Так, ясно. Следующая пауза. Достаем что-нибудь из фронта. Да, для фронта усилки возьму. Достали мы следующую коробочку. Рассказывай, саботаж. Усилитель называется SWAT саботаж 1-3000 ДФ. Широкополосник. Он у нас пойдет на фронт. Но фронт я взял пока... Ой, почему на фронт? На тыл? На тыл четыре штуки. На фронт будут нормальные все. Мы это запикаем. Также у нас терминалы под нули. Охлаждение. О, фонит мне кажется будет. Ну, не знаю. Тут у нас все общие ездят. Восьмерка, восьмерки. Все, как бы, по настройкам. HPF, LPF, гейн. Типа ничего особо там примечательного. Все режет. Немножко есть. Охлаждение тоже можно по кишкам посмотреть. Усилитель маленький. Примерно, не знаю, половину, получается, моноблока, который у нас пойдет на сабы. Ну, куда идти сюда? Бэн. Магнеться. Да-да-да. Ну, то есть вы поняли. И там 3 киловатта, и тут 3 киловатта. Непонятно. Да, где реальные 3 киловатта? Мы-то как-нибудь... Да, наверное. Узнаем мы скоро. И у тебя таких сколько будет? Таких пока 4. Пока 4. А там дальше посмотрим. Подожди, их нужно еще больше запихать. Но это Бразилия? Слушай, по-моему... Нет, это не Бразилия. По-любому Китай. Китайская Бразилия – это вот лох. Так что будем... Китайская Бразилия, лучше пускать чистый китайский. Да-да-да. Но его явно ниже 1 Ома не стоит запускать. У тебя получается, как будет номинальное сопротивление на САБы 1 Ом? На САБы 0,5. Дальше по ТУ... Непонятно. Наверное, 1, 0,5, 0,5. Ну, разберемся. Что из динамиков есть, что можешь показать? Давай по динамикам сюда, точно. Новинка СВАТА. Называется СВАТ Кулиган. 80 ПРО. Как бы вот такой здоровячок. Ну да, магнитка здоровая, большая. Кстати, когда Серега приедет на тест полить новые соло? Все зависит от вас, от ваших лайков. И мы привезем новые соло. Кстати, скоро соберу стенд. Там можно будет реализовывать трехполоску. Кстати, может к Богдану приедем. И чтобы мнение было, допустим, и от меня, и от него. Я вообще сейчас независимая сила. Я ни за какой бренд, по сути, с Китаем. Короче, если вы этот обзор смотрите, там уже вот таких площадок быть не должно. Потому что их начали собирать, когда началась вся штука с Китаем. И они банально даже не могли взять площадки нормальные. Но, если честно, я уже давно не видел, чтобы вообще были лопаточки разные. То есть, везде уже 4,2. А здесь вот это узенькое. У тебя же они там вкручены. Давай ключи. Сравним и с топчиком сравним. Лучше, Серега. А от чего у тебя играет все? Короче, сейчас имитация штатки. Башки? Не делайте так. Вообще не делайте. Запись пошла. Ну что, покажем? Да, давай сейчас. Ну ты тыкай, получается, в динамике, чтобы понятно было. У нас здесь... Сравниваем соло Neo и сват FLG80 Pro. Одни динамики стоят 19 тысяч, другие 6,5. Соло у нас сверху. Сваты, браты, снизу. Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Со своей кислотой я стою, у меня уши клипуют. Когда на соло переключаешь, они так прям режут. Я, слушай, в принципе, нормально играют. Конечно, лучше бы... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но так тоже не делайте, то есть всё играет с магнитолой. Так не надо. Да, по сути, от башки. По динамикам понятно. Давай, наверное, разберём вообще... У тебя же ещё... Это Кабан, в принципе, тяжёлый автомобиль, плюс в нём много шумки. И будет дофига музыки. Что будешь делать с подвеской? Смотри, в общей сложности он будет весить около... 3200-3400. Сколько он в стоке примерно весит? Короче, с шумкой он у меня весил 2,100. То есть и тут, грубо говоря, тон музыки не выгружаем ещё. С подвеской искалось очень долго решение. С подвеской очень долго искалось решение. Сначала хотел заказать кастом пружины. Искал долго, там, цена выходила 15-18 тысяч, короче, за две пружины. Тут нечаянно... А, кстати, почему нечаянно? Тёма мне подсказала. Тёма подсказала, говорит... Богданчик, слушай, мы тут от Газели въебали в Ниссанчик. От Соболя. Да. Суть одна. Я такой, надо посмотреть. И поехал лампочки у меня отвариться. И бам, по итогу. Вот, что мы находим за 4200. Вы посмотрите, просто толщину прутка. Она больше, чем богдановские пальцы. Типа раз. И типа, пацаны, сток. Ну, чисто, чтобы разница была видна. Ну, разница колоссальная. Соболь, ну, я не знаю, там, 3,5 тонны можно в него грузить. Говорят, да, полторашка на пружину. Так что будет держать. В плане амортов пока сток, да, оставляешь? Аморты, скорее всего, электрические поставлю. Там посмотрим. Ясно. Так, ну, с задней подвеской понятно. В плане, там, тормозов что-то будешь менять, дорабатывать? Тормоза, да, ставим от 6-литрового, 4-поршневые. Потому что сейчас стоят 2-поршневые, но у них, по-моему, даже 6-поршневые будет. То есть, это все дело уже тогда соберется, поедет, тогда и поставим. Понятно. Ну, и там уже под заключение, вообще, вот он тебя черный, будешь как-то перекрашивать, обновлять? Да, потому что его по кузовне надо переводить стопудово. Он красился хреново. Не знаю, кем, не знаю, когда. Ну, короче, что-то в том, что я покупал его, он был матовый. Я его повернул с того глянца. Ну, не знаю, мне назвали там цену где-то 150-200 тысяч рублей. Как бы понятно, что по кошельку это очень сильно ударит, и надо будет на этом все дело подкопить. Так что этот сезон на похуях. Главное собраться, чтобы музыка валила. Как можете заметить, должны быть окошечки, чтобы, как сказал Саша Винников, музыка была везде. Визуализация, да? Ну, вот если у тебя, если ты все-таки что-то с люком придумаешь, чтобы отсюда было видно басуху, будет вообще нереально круто. Потому что есть вот Тринаха, я про нее в Меганьюз рассказывал, у нее крыша выпилена. И там, короче, ну, должно быть... Нет, нет, Тринаха из города Белая Калитва, получается, которая DC раскрашена. Джокер нарисован, всякий Бэтмен нарисован, и много вот этого всего. А, я понял, Хаски. Хаски, да, да, да. Хаски, да, очень люблю, кстати. Мне понравилось. Ну, реализация классного чувака. А тут мы берем... Да делаю уже Тринаху, наконец-то. А тут мы берем Тринаху, сюда ставим. Сейчас оно в пленочке. Он снова заходит, и можно будет снимать критерики спокойно, судясь. Плюс он все оформление будет проглядываться. Нет, это прям вот это круто. Это надо делать уже всем. Визуализация... Еще бас-то я хотел реализовать в Тринаху. Как-то не удалось. Ясно. Ну, в принципе, пока что все. Ждем, наверное, уже, когда оформление соберется. Подзаснимем первый запуск. Как будешь вообще? Ты здесь будешь запускаться, нет? В очередь. Не будет круто. Первый запуск я сделаю. Че тебе тут все будет? Понятно. Все, Богдану спасибо, что уделил время. Рассказали про 140-го Мерседес. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!